В Центр культуры и искусства «Спутник» прошел турнир между учащимися школ городского округа. Ребята показали свои танцевальные номера, соревнуясь между собой. Команды конкурса состояли из учащихся 7-11 классов. О том, как прошло танцевальное мероприятие, расскажем в нашем следующем сюжете, который выходит в рамках проекта «Новости культуры в городе у моря». Танцевальный конкурс «Тим Дэнс» среди учащихся общеобразовательных школ городского округа «Затофокины» прошел 15 мая на базе Центра культуры и искусства «Спутник». Конкурс проводился с целью привлечения ребят к общим культурным мероприятиям и повышению интереса к танцевальному искусству, к общему делу с целью пропаганды здорового образа жизни. Конкурс традиционный, проходит уже пятый год. В этом году заданная тематика для команд была «Жизнь всегда из места подвигу». Ребята показали в танце не просто набор движений, а создали смысловую картинку, которая передала задуманную идею композиции. Когда мы планируем свою работу на год с заместителями директоров по воспитательной работе школ, то некоторые мероприятия мы их уже заменяем, как-то что-то меняем в своих планах. А вот этот конкурс единогласно мы всегда оставляем, потому что здесь у нас задействованы ребята, которые не профессионалы в танцах. То есть важно нам здесь задействовать детей, которые любят танцевать. Ты моя нежность, ты мое небо, за тобой встал, где бы ты ни был. Ты мое сердце, ты мое чудо. Члены жюри Николаева Надежда, преподаватель хореографической дисциплины в детской школе искусств, Фомина Нина, хореограф Центра культуры и искусства «Спутник», Потемкина Татьяна, хореограф Детского дома творчества, Плющик Евгений, директор Дома культуры «Восход», внимательно следили за происходящим движением на сцене. И когда пришло время оценивать номера, сделать это было очень трудно, так как каждая команда была по-своему прекрасна. У каждой школы была своя неповторимая изюминка. Всем добрый день. В первую очередь хочется пожелать, выразить благодарность нашим уважаемым школьникам за такой творческий подход, за такой нелегкий труд в деле танца. Зарядка от молодости большая такая, энергетика хорошая. В принципе, мне понравились все, учитывая их, ну, как сказать, общий уровень подготовки. Но они молодцы, смелые, находчивые, в общем, не терялись. Эти тучи, да-да-да, напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чай за годом. Конкурс состоял из трех заданий. Первое – это визитная карточка. Каждая из команд должна была показать свое выступление, где она отображает свой стиль и манеру исполнения. Второе задание – это микс. Участники конкурса без предварительной подготовки исполняют свое видение танца на трип представленной мелодии. И последнее задание – танцевальная композиция с элементом исценирования. В таком номере должны использоваться костюмы и должна отражаться тема конкурса. «Нас оставалось только трону из восемнадцати ребят, Как много моих друзей хороших, Бежать осталось темно в день, У незнакомого поселка на безземянном саде». Готовились мы очень долго. Я даже не могу вам сказать, какое именно время, но это было очень долго. Это были долгие упорные тренировки. То есть каждый день мы приходили, по несколько часов мы тренировались. Эмоции положительные, зал был хороший, мне понравилось. В 2.59 неплохо было. Почему? Стильная команда, подготовились, оделись. А вы будете еще принимать участие? Конечно. Эмоции положительные, команда у нас сплоченная, Мы очень долго, упорно тренировались. В итоге, ну, вот что и получилось. Команды справились со всеми заданиями и показали очень хорошие, высокие работы. Артистизм, синхронность, выразительность, художественность и ритмичность движений – все это продемонстрировали непрофессиональные танцоры. Но это пока. Награждение участников турнира проводилось по нескольким номинациям. Лучший танец, лучшая композиционная постановка, высокая сценическая культура, креативная команда, познание и творчество в искусстве танца. Конкурс «Тиндэнс», уже традиционный конкурс для Фокина проходит уже не первый год. Это конкурс непрофессиональных танцев, то есть каждая школа готовит свой номер, даже два номера, и третий номер обычный импровизационный. Ну и там просто команды веселятся, как бы для себя показывают, на что они способны. Сплоченность команды, умение понимать друг друга, уважать друг друга показали школьники на этом конкурсе. Очень порадовали зрители этого мероприятия, которые активно, позитивно поддерживали своих одноклассников и заряжали окружающих положительными эмоциями и хорошим настроением. Ребятам бы я пожелала, чтобы в течение года вот эти танцевальные батлы проводили, как бы они организовывали и проводили в школах. Вот, допустим, как это было в гимназии, допустим. Они проводили и на переменах, и там после уроков. И чтобы это было вот так, чтобы это было не разовое мероприятие, чтобы это было системой.